Это были стихи, а вам рэп, вам нужен ритм. Ритм, давай. Сейчас, я вам... Слушайте ритм сначала. Это я делаю. Такой ритм, такой ритм, такой ритм, такой ритм. Я тут конец, что нежен, но крепок, и вводить меня можно, но только любя. Я то поле, в котором, как ветер, кружит счастье мое и надежда моя. Я тут ветер, что просит у неба, вмиг порыва не слез на моя, жизнь моя. Если буду я сейчас, где оставлюсь, присмотр у меня, чтобы я вот так лежал и мечтал. Чтобы я вот так лежал и мечтал. Касай Магомед Личтов, это стихи. Ну да, я хочу понять. Вам нужен рэп, смотрите, я вас сейчас научу. Вот кто еще раз хотел получать. Нет, у меня есть роман, да, я тебе... Рэп, да, рэп, это не пение и не стихотворение. Вот, рэп читается так. У меня есть ключ, ё, универсальный ключ. Всех проблем решит, как небо без туч, ё. На самом деле он есть у каждого из вас. Используйте его перед экзаменом, там, я не знаю, или там... Ну, рифму надо придумать. Как для штангиста, так и юриста. Пловца или шахматиста, художника-модерниста, препода или студента, и там, для Пугачёва или фифти-сента. Ключ универсален, как швейцарский нож. Лыжник-дирижер, неопределенность прочь, там, ну вот так вот было. Да-да, здорово, слушай, ну, я тебе скажу, философия надо туда добавить. Сейчас, ты что делаешь это? Домашнее видео. Это бэкстейдж называется. Со съёмок снимают, как снимают. А, ну, давай-давай. Я ещё раз хочу, вот Магомед меня научил сейчас, он режиссёр, он сценарист, рэп, как там, дыхание такое. Надо заводиться, надо заводиться, чтобы... Смотрите, это делает... Завёлся, завёлся. Это я делаю, чтобы вы слышали ритм. Да, да. А, так ты же говорил, там ритм может быть разный. Разный ритм может быть. Но я вам делаю средний, в котором... А в своём ритме нельзя? Можно. Главное, чтобы... Управленный такой был. Нет, главное, чтобы он не растягивался и не сжимался. Слушай, а я время от времени, я хочу показывать свою картину. Да, посмотри, размечтался, какой кайф вообще, просто потрясающе. Просто потрясающе, и вот так. Заводиться, заводиться, в трасс войти, в поток войти, заводиться, заводиться. Правильно я завожусь? Нет? Потому что, когда рэперы делают вот так, а потом они говорят какие-то ещё слова, они заводятся и входят в поток, потому что в этом потоке фольтруются мысли. Лучше думаешь, лучше соображаешь. В этом потоке ты можешь говорить и лучше решать любые задачи. И поэтому вы, если вы будете рэпом заниматься, рэпом заниматься, придумывать фантазии в этот момент и фильтровать через этот ритм, вы научитесь любые задачи решать лучше, проще и быстрее. Рэп. Да, теперь и в рифму. А теперь, вот теперь в рифму, да? Рэпом всегда в рифму. Давай ещё раз. Вот смотрите, вы говорите... Рифмы не хватает, рифмы не хватает. Вот так надо стучать в рифму? Нет, рэп стучать не надо вам вообще. Ну ты же мне показал, я по этому стучал. Ты мне показал, я по этому стучал. Но если не надо вообще стучать, я буду просто стоять. И рэп читать. Я буду просто говорить, а и рэп читать. Вот так должно быть. На самом деле это легко. Вы просто изменяете слова в падеж для рифмы. И всё. Летать, стучать, читать, держать. Я хочу летать, я хочу держать, я хочу скакать, я хочу бежать, я хочу стоять. Я хочу читать, рэп читать и на вопросы отвечать. Давайте в таком виде, кто это. Давай, 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 а я делаю эти очки, слушай. Слушай, алло. 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 Это меня снимают, у меня съёмка. Да. Это меня снимают. Ну что, я хип... Я хипово выгляжу, нет? Я рэпер, рэпер я, рэпер. Теперь я рэпер. Я покорю планету, потому что у меня есть философия. Я эту философию теперь буду читать с помощью такого ритма, где я завожусь как ключ. Ты же в транс входишь в этот поток и говоришь слова, которые всем доступны. Ты слушаешь и удивляешься. Удивляешься и слушаешь. Слушаешь и удивляешься. И сама начинаешь становиться самой просвещенной, самой образованной, самой красивой, ещё красивее, чем есть. Ты представляешь, что такое рэп? Это такой ключ, от которого просто балдеешь. Я прямо завожусь. Меня научили. Я завожусь и вот так вот постукиваю себе, вот так, хотя забыл. Забыл. Оказывается, не надо постукивать. Я забыл. Но самое главное, там есть специальные упражнения, которые заводят человека. Человек заводится, ходит трасса, у него возникает поток, и он там говорит, говорит, говорит. Но он в этот момент, он должен так говорить, и у него так получается, что он фильтрует мысли свои, и всякие глупости из головы уходят, и по какой-то теме, на которую он размышляет, он говорит короткими фразами, но очень ёмко, экономно и очень правильно. И поэтому, если так делать некоторое время, хотя бы минуту в день, всем на планете, то они научатся вообще соображать лучше. Это не надо постоянно заниматься рэпом. Это просто можно смотреть иногда рэп и самому тренироваться. Как раньше были другие вещи, помнишь, раньше было караоке, раньше было что-то. Ну, одну минуту в день такое упражнение. И тогда ты начинаешь все вопросы решать лучше. Вот такая интересная вещь. Интересно. Это, знаете, мне напоминает, как шаман, который в бубен стучит, входит в этот резонанс. Да, да, да. И может творить чудеса. Да, да, то же самое, то же самое. Но я попробовал, мне интересно, как молодёжь это делает. Но мне же 67 лет. Я попробовал один раз, и я три дня хожу, как будто завёлся. Вот там заводишься, заводишься. Ты представляешь, чем отличается это от Харе Кришна? Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Харе Харе. Но они там становятся другими людьми. Они кроме Харе Кришны больше ничего не знают. Это вот Харе Кришна уже решил для них все проблемы жизни. И они только поют это. И поэтому они считают, что они постигли что-то высшее. На самом деле у них внимание сужилось. На это у них возникла доминанта. И они кроме этого ничего не знают. Поэтому их больше ничего не волнует. А здесь ты как раз таки сочиняешь, здесь изобретаешь, здесь ты решаешь какие-то глобальные вопросы. Ты в этот момент должен что-то придумать. То есть в отличие от песнопения ритмичного такого, в репе как раз таки задача стоит, чтобы ты думал. И как раз таки вот эта стимуляция мышления, а ритм, который как форма такая, как вот этот самый формат, который отрезает все лишнее, заставляет... И читает скипкапку, да? Да, 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 именно так. А это формат, который заставляет отсекать все лишнее. Все лишнее. И у тебя получается обостренный ум, когда ты можешь очень быстро соображать. Ну просто рэписты, наверное, знают, что это вообще им в жизни помогает. Но другие-то люди, они непосвященные в это дело, не знают, что это не просто рэп, это не просто музыка или стихи, это не просто это. Это инструмент, который можно использовать для решения самых разных проблем, если бы хотя бы минуту в день думал вот так тренироваться. Это и смешно, и глупо, и полезно, и очень даже здорово. Я треки-денежа хожу как заводной, ну, наверное, все думают, доктор наш поехал. Ну и пускай так думают, да, мне теперь все пофигу. Ну, потому что у меня есть теперь чем заниматься, теперь у меня есть новый смысл жизни. А вот Магомед, который меня научил, он киносценарист и режиссер, и продюсер, и так далее, и он сам сочиняет музыку для рэпа, он сам поет рэп, и на русском, и на английском, и мы с ним скоро споем вместе. Йоу. Йоу. Йоу, говорят там иногда, я даже знаю, откуда это взялось. У нас по-русски, когда чашку роняешь, ты говоришь «йоу». Ну, ты знаешь, да? Мне кажется, это протоязык. Древний язык был матерщинный. Самый древний протоязык был матерщинный, потому что там коротко выражались эмоции. А потом он становится более современным, 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 утончается, эстетизируется, становится интеллигентным, становится роскошным. И сейчас мат выглядит как-то нелепо, но даже очень тонкая, образованная, интеллигентная женщина, даже профессор, даже актриса, если что-то случайно случится, упадет у нее дорогая тарелка из рук и разобьется, она даже, можно сказать. Поэтому там есть «йол». Я знаю, откуда это «йол». Это слово «йо». Это короткое выражение эмоций. Вот видишь, я до чего дошел, старый пень, понимаешь? Даже матом сказал, даже матом сказал. «Ёлки, на меня дети смотрят, они думают, что за чудище такое? Что за чудище такое? Придется все-таки мне облачение снять, обмундирование снять, а то вот, на самом деле, я сказал, кое-что полезное, кое-что полезное. Кое-где шутка, кое-где мне не хватало ритма, потому что я же не настоящий тренированный репер. Я просто познакомился, что это такое, потому что я психофизиолог, изучаю всякие явления и понимаю, что не надо отделять от целого части, надо соединить все целостное, потому что, когда штангист поднимает штангу, он создает пик напряжения, которые потом, когда все напряжения в нем накопились, он наконец, да, максимума довел и все сбросил. И потом он идет и решает другие вопросы легче, над которыми давно работал. А мы думали, что он просто штангу поднял. Ну вот очень много таких случаев, когда люди не понимают, что действия какие-то помогают им другой части жизни решать лучше свои вопросы. Поэтому мы просто не имеем целостной картинки мира. А после нашей работы, вот которой мы по ключу занимаемся, людям объясняем разные механизмы, в данном случае объясняю, что такое реп, но лучше всего это расскажет потом... Магомед. Магомед. Йоу. А теперь посмотри, какая картина. Это лучше всего, как я изобразил, как я мечтаю, или как вот папа Магомеда, он великий писатель, он очень много книг написал. Он тоже так любит лежать, когда никто его не видит. Ага, ага. Видишь? Вот как любит его. А я родился свободным, любил в детстве мечтать, любил смотреть на небо, как плывут облака, и мне казалось, быстрее надо вырасти. И что жизнь впереди такая большая, интересная, да. И вот сейчас я вот в своем возрасте, уже пожившем возрасте, я все-таки не теряю в присутствии силы Духа, потому что сила Духа – это любовь с жизнью. Чем больше любишь жизнь, чем острее любишь жизнь, тем у тебя появляются мысли такие, которые потом слышат потомки. Поэтому все люди, которые говорят такие вещи, которые потом забываются, они не так сильно любят жизнь. А мы так любим жизнь. Правильно? Ты тоже любишь жизнь. Давай, будем с тобой одну минуту в день заниматься «Ёл». «Ёл», просто «Ёл». «Ёл», просто «Ёл». «Ёл», просто «Ёл». Видишь? Мой мастер-тренер, учитель по репе, да, говорит, просто «Ёл». Просто «Ёл». Ну давай, маленький. Ты много полезного узнал сегодня, правда? А, вижу, что вы заряженный, заряженный. Развлекательный. Я тебе это серьезно говорю, потому что этот раз вызывает за счет ритмики и за счет необходимости говорить слова постоянно в определенном формате, где ты в этом ритме говоришь. И вот ты замечала когда-нибудь, ты пишешь стихотворение какое-то, да, потом ты его читаешь, и какие-то слова вылетают оттуда. Не можешь вспомнить, какое слово поставить. Оно там было искусственным. Оно не ложилось в твое дыхание. А вот когда ты читаешь, это дыхание, которое, оно фильтрует. А здесь вот этот ритм фильтрует. Он фильтрует, но тут много разных сторон, мы потом об этом еще поговорим. Давай, солнышко. До встречи. Ритмф. Ритмф. Ритмф.